Вы смотрите RTVI, с вами Марианна Мински. Раздравствуйте, нам надо поговорить о том, что такое НЛП и как это работает. Со мной в студии доктор психологических и экономических наук, профессор, политтехнолог, тренер по НЛП Алексей Ситников. Не секрет, что НЛП в России ассоциируется с вашим именем. Вы первые привезли эти техники и методики тогда еще в Советский Союз, адаптировали их. Расскажите, что такое нейролингвистическое программирование? Такая и простая, и сложная тема для объяснения. Нейра, то есть связанная с нервной системой, лингвистическая, то есть связь нервной системы и лингвистики слов, формулировок и программирование, то есть алгоритмы. У психологии есть одна проблема. Эта проблема называется демензиальное ограничение. Это что такое? В кибернетике есть вторая терема Гёделя, которая гласит, что система не может обсуждать сама себя. Для того, чтобы что-то обсуждать, нужно иметь язык и собственную размерность на единицу степени свободы больше, чем то, что обсуждается. То есть простыми словами? Простыми словами, если по полу ползает червяк, то он перемещается в двухмерном пространстве. Но сам он видит мир одномерным, то есть вокруг него одна линия. То, что он двигается в двухмерном пространстве, видит только муха, которая висит в третьем измерении. Вот она видит двухмерность червяка. Человек — четырехмерное существо. И как гласит теория струн, наш мир десятимерен. То есть человек существует в четырехмерном пространстве, но видит он только трехмерный мир. Именно поэтому мы не видим время. И в этой связи, в принципе, задача, которая ставится психологами, анализировать поведение человека, то есть самих себя, она, в принципе, нерешаемая. Хотя бы потому, что человек, наблюдая за собой, сам меняется. И если есть Господь Бог, то он пятимерен, тогда он видит нас четырехмерными и видит нас во времени. И поэтому психологам приходится применять всегда упрощающие модели, где поведение человека рассматривается в каких-то срезах. Эти срезы все не четырехмерные, эти срезы все меньшей размерности. И получается, что поведение человека во времени и в пространстве, оно каждым психологам описывается с какой-то своей точки зрения, с какой-то срез вот этого объекта. И разговоры психологов немножечко напоминают разговоры нескольких человек, которые рассматривают стакан. Да, один человек сверху смотрит и говорит, смотрите, диаметр 5 сантиметров и, похоже, объем пол-литра. Да, да, снизу по-другому. А тот снизу говорит, да, 5 сантиметров, но я не понимаю, что вы имеете в виду под объемом. А тот, кто смотрит сбоку, говорит, стоп-стоп-стоп, я не понимаю, что вы вообще меряете циркулем. Да, потому что здесь прямоугольник. Так, а НЛП? И поэтому каждый психолог, каждое психологическое направление рассматривает человека вот через какой-то свой собственный срез. Поэтому эти срезы несопоставимы. И в 70-е годы в небольшом калифорнийском городке Санта-Круз, в университете Калифорнии в Санта-Крузе, два ученика, очень известного философа Грегори Бейтсона, вдруг задумали, один лингвист, другой математик, задумали создать некий метод, в котором обязательным элементом, в отличие от других методов, обязательным элементом вот этого среза будет срез под названием «время». Джон Гриндер, мой учитель, и мы с ним очень близко дружим до сих пор, и Ричард Бендлер, решили изучить как. И, соответственно, один лингвист, это как начал анализировать с точки зрения так называемой трансформационной грамматики, то есть изучить, как на процессы физиологии влияют слова. А другой, как математик, решил посмотреть на описание поведения человека и управление поведением человека через слова, но фактически проведя параллель с программированием, то есть некие алгоритмы. И у них-то получилось. Им повезло, и Григорий Бейтсон их познакомил с потрясающе интересными людьми, с Вирджинией Сатир. Это была в те годы номер один в мире, наверное, семейный психотерапевт. И Гриндер и Бендлер очень много с ней работали и наблюдали, как она работает. Им повезло, что их принял и много с ними работал величайший гипнотизер XX века Милтон Эриксон. И они несколько лет с ним провели, фактически записывали все его сеансы, а потом анализировали, что он делал, как он делал, какие слова говорил. И это позволило им фактически через все остальные психологии провести срез перпендикулярный всем остальным срезам. То есть они во всех психологиях, психотерапиях вдруг начали искать алгоритмы. Не что делается, а как. Да, но вот все-таки НЛП – это что такое? Это набор техник и практик, я не знаю, для работы с сознанием, для того, чтобы как-то воздействовать, изменять мышление и поведение других людей. Правильно? Ну, во-первых, НЛП – это подход, это подход, позволяющий моделировать процессы, происходящие в человеке. То есть это некий язык описания процессов. Именно почему процессов? Потому что основной задачей было понять, как что-то меняется во времени. Вот сейчас я вам объясню разницу между НЛП и другими психотерапиями. Например, психоанализ. Не знаю, знаете ли вы или нет, но Зигмуду Фрейду, когда он работал, например, с фобией или заиканием, встречаясь с пациентом раз в неделю, требовалось до трех лет для того, чтобы понять причину возникновения фобии либо заикания. Почему? Потому что в пассивном, либо в активном диалоге его задача была нащупать ту самую тему, то самое событие, помочь человеку в своих каких-то, знаете, в полетах фантазии и воспоминаний все-таки наткнуться на то первое воспоминание, на то первое событие, которое так изменило нейрофизиологию человека. Так, а НЛП? А вы знаете, в НЛП очень интересный подход. Он взят из программирования и из математики. Помните, в школе мы писали х умножить на что-то равно, да, так сказать, вот эти формулы. Вот это X, вот эта переменная X. В НЛП, когда приходит пациент, и это, кстати, один из инструментов еще и защиты психотерапевта. НЛП? Ну да, вот эта переменная X, это еще и инструмент защиты психотерапевта от негативного воздействия, ну, в общем, такой иногда достаточно фрустрирующий и неприятной информации, которая рассказывает, ну, это может быть горе, это может быть трагедия, да, это, представляете, каждый день сидеть и выслушивать десятки людей, рассказывающих там о несчастье, о горе, о потерях, да. А в НЛП предлагается вот то переживание, конкретное переживание человека, которое составляет его проблему, само содержание не обсуждать. И, например, человек приходит и говорит, у меня есть воспоминания, стоп, 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 не рассказывай. Давай это воспоминание назовем X. Во-первых, ты мне все равно его полностью не расскажешь. Ну, невозможно рассказать воспоминания, там есть запахи, там есть вкусы, там есть ощущения, там есть куча тонких оттенков образа, ты все равно мне это не расскажешь. Ну, невозможно рассказать запах духов, словами-то это невозможно сделать. И НЛП говорит, стоп, давай назовем это X. И теперь, когда я буду говорить тебе X, вот это воспоминание я имею в виду. А теперь давай мы с тобой разберемся, как именно это происходит. Не что, а как. Откуда начинается это переживание? Какие ощущения? В каком месте у тебя происходят? Какие слова у тебя при этом всплывают? Какими словами ты там оперируешь? Какой внешний сигнал запускает в тебе это воспоминание? Давай вот эту цепочку временную проследим. А само воспоминание назовем X. А дальше мы попробуем поменять эту цепочку и посмотрим, не поменяется ли у тебя ощущение от этого воспоминания. Можете пример привести? Ну, например, человек имел очень негативный опыт, произошло какое-то событие, например, ребенок маленький шел по улице, и внезапно на него напала собака. Ребенок начал заикаться. И сейчас, когда этот уже взрослый человек видит собаку, это вызывает у него паническую ситуацию, его начинает заикаться. Триггером является появление собаки. А дальше анализируется, какой процесс внутри человека запускается, когда человек видит собаку. Ну, вы знаете, что внутри есть некие физиологические цепочки. Например, слезы начинаются, после того, как появился комок в горло, мы говорим, что комок в горло, и хочется заплакать. А если поменять этот процесс? Если научить человека после того, как он видит собаку, что у него начинается какой-то другой процесс, не комок в горло, или после комка в горло эта цепочка пойдет не туда, куда шла раньше. Вот этот набор физиологических ответов тела — это процесс. И в НЛП, в общем, достаточно эффективно умеют управлять состояниями и реакциями на вот этот стимул в виде увезенной собаки через изменение процесса. Ну, то есть НЛП — это способ все-таки управлять другими людьми. Это так? Нет, это не так. Влиять на других людей, изменять их? Психология, любая психология связана с влиянием и изменением людей. НЛП зря обвиняют то, что… Вот. Я как раз хотела сказать, что очень много мифов и очень много таких вот, ну, я не знаю, может быть, искаженных представлений. Очень многие к НЛП относятся скептично и даже с опаской. Очень многих НЛП ассоциируются с недобросовестными техниками, с манипуляцией сознанием, вот эти все пикап-истории, как соблазнить, как собратить, как продать, как повлиять. Это все про НЛП. Вы совершенно правильно сейчас везде сказали слово «как». НЛП виновата только тем, что она во всех видах деятельности человека собрала вот это «как». Но почему-то другие психологические методы так не собрали. Да. Именно поэтому НЛП так эффективно. Действительно, те проблемы, которые раньше в психоанализе или других методах психотерапии решались годами, мы иногда решаем вопрос за один сеанс. НЛП действительно потрясающе эффективная техника, там, ну, у меня сотни случаев, когда ребенок приходил заикающийся, через час уходил абсолютно здоровым. Вот совсем недавно в Казахстане у меня была такая девочка. Все воспринимают это как чудо, а чуда нет, просто очень настроенный, очень эффективный инструмент. НЛП собирает эффективные техники из всех видов деятельности. Да, начали с психотерапии гипноза, поэтому такой шлев, что это гипнотерапевты, что это манипулирование. Гипноз используется? Да, гипноз, конечно, используется. Мало того, гипноз в НЛП стал просто революционным гипнозом, потому что Гридлер и Мэдлер, ну, с помощью того же Милтона Эриксона, создали так называемый эриксонианский гипноз. Если обычным техникам гипноза поддаются только 30% так называемых гипнабельных внушаемых людей, то эриксонианский гипноз – это гипноз, который, знаете, он не только не императивный, то есть там нет вот этого «ты сейчас не сможешь», он, знаете, он как совместное сочинение стихов, когда пациент даже не подозревает, что он гипноз. Вошел и вышел, он даже не догадывается. Вы владеете же такой техникой наверняка. Давайте попробуем на мне. Нет, мы сейчас это пробовать не будем. Почему? Ну, это не совсем правильно. Это было бы хорошо. Для этого, понимаете, для этого нужно некое внутреннее оправдание. Знаете, для любой операции нужно иметь внутреннее оправдание, что она, что без нее нельзя. Все-таки гипноз – это некое вмешательство в внутренние процессы. В нем ничего нет необычного. Вообще, что такое гипноз? Давайте вот разберем. Давайте. Это неправильное представление людей, что это какое-то особое. Нет. Мы, во-первых, начнем с того, что есть такое понятие «транс». Мы впадаем в состояние транса десятки раз за час. Это естественное состояние. Это когда отключается сознание? Трансом называется следующее. Мозг так устроен, что я могу видеть глазами, а могу проецировать как бы из своего внутреннего какого-то видеомагнитофона какие-то образы сам себе. Ну, например, вы сидите на лекции, перед вами выступает преподаватель, он что-то рисует на доске. В этот момент вы вспоминаете, что утром поссорились там с родителями. И в этот момент что вы слышите, что вы видите? Голоса родителей слышим. Голоса родителей. Да, возникает так устроена нервная система, что мы можем подстраивать вот эти характеристики восприятия. Мы сидим, например, на кухне, здесь радиоприемник говорит новости, а там по телевизору идет прогноз погоды. Вы же можете переключиться, слушать сейчас радио, и в этот момент вы не слышите телевизор. Ну, вы слышите, что он идет. Что-то говорит. Вы анализируете, вот ваш слуховой анализатор переключается на набор частот радио. И то же самое в аудитории. Вы видите преподавателя, но слышите слова, которые сказала мама там с обидой, когда вы расставались. Это называется аудиальный транс. Вы можете закатить глаза, и в этот момент вы видите не потолок, а представляете себе, как здорово было бы сейчас лежать на пляже. И вы видите яркие картинки в тот момент, когда ваши глаза видят другое. Вы идете по улице, встретили подругу, и она вам рассказывает какие-то последние сплетни. В этот момент вы перестаете чувствовать, что у вас в руках тяжелый портфель. Что он стал легче? О чем она рассказывает? Он стал легче? Нет. Нет, он не стал легче. Портфель легче не стал. Вы перестали чувствовать его тяжесть. Так устроен мозг. Так устроен мозг, он умеет переключаться, он умеет настраиваться на какие-то определенные частоты, образы и характеристики. Вот когда вы слышите не то, что слышат ваши уши, это аудиальный транс. Когда вы видите то, что не то, что видят ваши глаза, это визуальный транс. Когда вы чувствуете не то, что чувствуют ваши руки, ваше тело, это кинестетический транс. А вот когда все три этих транса вместе... Это гипноз. Это гипноз. И человек может сам входить в состояние гипноза. Сам себя загипнотизировать? Да, есть такое понятие, как там самогипноз. И мы своих клиентов обязательно этому обучаем, потому что это, в общем, достаточно полезная, эффективная техника. Это для чего? Для самопрограммирования, для самовнушения, вот аутотренинг, настройка, подготовка к какому-то серьезному выступлению, к экзамену. А как потом выйти из него? Вы так же, как вошли, так же и выходите, вы какие-то ставите в себе задачи на этот процесс. Ну, медитация, да, люди же входят. Самое страшное, что в самом гипнозе, если вы вечером его делаете, произойдет, и вы просто уснете. То есть это естественный выход. Все ли люди, ведь не все поддаются гипнозу, да? 30%? Все до одного. Все? А как же, говорят же, что вот кто-то не поддает? Люди, их где-то треть. И вот императивный гипноз, тот самый советский гипноз, да, вот классический гипноз, он работал только с такими людьми. Вот когда, например, я показывал такие большие сеансы гипноза на большую аудиторию, то первое, что нужно сделать, когда выходишь на сцену, это выделить тех самых гипнобильных, а их видно. А как их видно? Ну, очень. Там ряд индикаторов, начиная от того, насколько они внимательно слушаются, переживают и тянутся к тебе, окончая тем, что у них, например, открыт рот. Соответственно, ну, есть много индикаторов, все рассказывать не буду, но задача первым на сцену вывести их. Они сами первыми и идут, потому что они уже готовы. И если выводишь таких 10 человек на сцену, с ними все сделать очень просто, но они тем, что делают, фактически заражают всех остальных. Заражают других, да? И тогда, в общем, практически весь зал твой. А это вы в Кашпировске, это тоже все про это. И тогда весь зал твой. А техникам НЛП может любой научиться? Это несложно? Это быстро? Вот, к сожалению, да. Поэтому так много мошенников? Именно поэтому так много мошенников. Почему? Люди без психологического и педагогического образования. Получили какую-то, на их взгляд, простую, примитивную модель. А я вот потрогал тебя, заякорил, теперь ты будешь всегда там от меня зависеть. И вот, к сожалению, вот таких недоучек, которые прочитали книжку либо прошли какие-нибудь там полулегальные, не сертифицированными специалистами какие-нибудь курсы НЛП, они выходят с абсолютным убеждением, что они теперь все могут, начинают это применять. И они, конечно, очень сильно дискредитировали саму вот эту замечательную прагматичную науку, которая на самом деле оказала огромное влияние на современную политику, идеологию, рекламу, Безусловно, об этом мы сейчас как раз поговорим поподробнее. Как мне понять, что мной пытаются манипулировать? Вот такие вот недоучки, недобросовестные. Вы знаете, они, как правило, делают это очень топорно, именно потому, что они малопрофессиональны. Если это делает профессионал, вы этого не заметите. Но бояться нечего. Я вам объясню. Человеку, который знает, что ему надо, человеку, который куда-то идет, прошу прощения, втюрить что-то инородное практически невозможно. Ну почему? Миллион случаев таких. Я пошла, не знаю, купить помаду, а выхожу с телевизором. Он мне вообще был не нужен. Но тем не менее, я его купила, потому что вот мне как-то его грамотно втюрили, как вы говорите. Но такие же есть случаи? Есть. Такие случаи есть. Если вы знаете, вот знаете, если вам нужен хлеб, и вас ждут дома, и вам нужно хлеб, вам телевизор втюрить невозможно. Хорошо. Я пришла просто посмотреть, а все, у вас нет программы действия. Вы пришли посмотреть, вы пошли в магазин, как бы, ну и куплю себе еще помаду, вы открыты для... Для манипуляций. Восприятия информации. Как вот их отсечь? Только точно знать, что тебе надо. Еще раз говорю, что человек, знающий, что ему нужно, хорошо осознающий свои цели, у которого есть свой набор принципов, какая-то внутренняя конструкция, он абсолютно защищен от подобного рода манипулирования. Вот вам пример приведу. даже в самом глубоком гипнозе, вот так называемый сомномулический гипноз, когда человек там собирает грибы и абсолютно убежден, что он сейчас в лесу. Мало того, в этом сомномулическом гипнозе, если я ему скажу, что ты лежишь на пляже, он сгорает. Реально? Реально ожог. То есть человек, вот я вам со всей ответственности могу сказать, что человек, которому я сейчас буду внушать в гипнозе, в сомномулическом, что он лежит на пляже, через несколько часов у него будет ожог. У него будет ожог, у него будет полное ощущение, что он что-то съел, если он в этом гипнозе ест. Или был на пляже. Или был на пляже. Но есть так называемое постгипнотическое состояние, в котором человек, уже выйдя в реальную жизнь и уже осознавая, где он находится, в этом постгипнотическом состоянии продолжается действие гипноза, и он не может себе это объяснить. Ну, например, я человеку говорю, что когда ты выйдешь из состояния гипноза и уже будешь с нами разговаривать, то ты возьмешь зонтик, откроешь его и будешь с ним сидеть. Человек выходит из гипноза, мы начинаем с ним обсуждать, как это было, что в гипнозе происходило, что-то он помнит, что-то нет, тоже зависит от того, какая программа в гипнозе была сделана. И вдруг он подходит, берет зонтик, открывает и сидит. Открывает и сидит. Потому что было так запрограммировано. Да. И вдруг кто-то из аудитории говорит, стоп, а что ты с зонтиком-то сидишь? И этот человек находит огромное количество логических оправданий, использует весь свой интеллект для того, чтобы убедить всех, что это абсолютно логично, что он сидит с этим зонтиком. Так вот, в состоянии гипноза человек настолько находится в гармонии, собственно, бессознательном, что в состоянии гипноза человек может, например, почувствовать, что под ним на глубине 10 метров находится вода. Вот эти лозоискатели, это же трансовое состояние, это же самогипноз. Но если в этом состоянии гипноза, когда человек может даже почувствовать, что вот вода, что он может загореть, когда ему говорит, что яркое солнце, если я ему в руки дам пистолет и скажу, стреляй, он не будет, то выстрелит только тот, кто уже это делал. А если, то есть он прошел вот через этот вот барьер, переступил эту черту. Переступил когда-то, для него это естественно. А человек, который никогда этого не делал, просыпается через сотую долю секунды, бросив этот пистолет, он приходит в себя, то есть заставить даже в таком гипнозе сделать человека то, что он никогда не делал, что мешает его настоящая система установок внутренних границ, представлений о честности, представлений о морали, представлений о норме. Ну, система ценности. Если она у него есть, если у него есть эти внутренние рамки, внутренние границы, то есть, мы говорим, что этот человек у него есть каркас данного есть воспитание у него есть внутренняя культура он не сделает того что противоречит его конструкции а как не поддаться гипнозу когда это вот не запланированный гипноз и как какие-то мошенники на улице не смотреть в глаза я не знаю как ты себя там щипать вот какие рекомендации конкретные точно знать что тебе нужно можно конечно щипать себя но это не очень поможет потому что там профессионал вот какие-нибудь я не знаю просто сейчас вот на он приходит иметь наперсточники дак которых раньше было очень много люди подходили просто посмотреть их так как-то гипнотизировали что это целая индустрия там же в зале того да да это то что пришло первое в голову которые подначивают это же таскать и цыганки гадалки да и вот эти развод вот цыганки вот как не поддаться сразу уходить сразу себе что-то говорить вот расскажите объясните нашим зрителям пожалуйста не вступать в диалог не вступать диалог потому что они очень грамотно работают они есть вот как раз есть так называемая модель милтон языка есть в в нлп и в россиянской гипнозе есть очень четкие конкретные описания как устроен язык внушения и как устроен язык точного описания есть язык высокой точности есть язык низкой точности вот язык высокой точности называется мета язык это набор лингвистических приемов как передать ту самую картинку которую тебя в голове например техническое описание или язык военных инструкций до инженерный язык язык науки да это языки в которых они так устроены что читающий человек получают конкретную информацию что когда где как на как инструкция нажми эту кнопку нажми вот эту кнопку нажми вот эту кнопку раз два три четыре пять а есть милтон язык это язык религий религиозных текстов это язык предсказаний это язык гороскопов это язык астрологических прогнозов это язык гадалок это язык психотерапевта он так устроен что человек наполняет некие специально созданные пустоты своими собственными образами и ему кажется что это его поэтому например гороскопы какой бы ты гороскоп чеку не дал ему кажется что это он до огромное количество психологических экспериментов было где просто шапку обрезали с датой с названием говорили это твой гороскоп да конечно это точно я абсолютно случайным образом алексей вот вы как-то рассказывали что одними из первых кто заинтересовался вашими тренингами по нлп были разведчики а военные переговорщики и спецслужбы вот главное чему вы их учили анализ поведения человека техники влияния на поведение человека переговорный процесс вот это и это самый допроса это язык вербовки это язык переговоров вот можете рассказать вот эти вот вот как вы уже сказали там якоря да потрогал за локоть там за якорил вот какие-то такие вещи которые в принципе в повседневной жизни можно использовать или хотя бы понять что тебя таким образом пытаются заякорить вот вы сейчас пытаетесь сделать вот то что то же самое да в чем мы только что упрекали непрофессиональных я пытаюсь чтобы чтобы мне это раскусить вы увидите это по неким неестественным вот сопротивляться когда работает профессионал бесполезно это я уже поняла а вот таких шарлатанов которые вы прослушали две-три лекции по поводу пикапа вы вы очень быстро поймете по неестественным каким-то движением прикосновением заглядыванием в глаза это будет неестественно как правило не профессионалы работают очень неестественно топорно но все равно какие-то самые известные вот что называется фишки на будут пытаться прикоснуться к плечу это что означает опять таки это знаете такое утилитарное представление о том как заякорить человека будут как-то раскачиваться и раскачивать вас соответственно будут подстраиваться под ваше дыхание в зеркале что на будут наблюдать за тем как вы дышите потому что одним из самых главных способов вступления вот в этот рапорт для того чтобы начать вводить вас состояние транса будут через ритм через то что будут выстраивать такой же ритм движения как у вас а потом вас вести в более медленный ритм это первое второе будут обязательно наблюдать за вашим дыханием и стараться дышать вместе с вами одновременно потому что расслабляющую фразу нужно говорить на вашем выдохе а для этого я должен дышать вместе с вами обязательно будут наблюдать за вашим движением глаз и вы это увидите чтобы вы понимаете наблюдать куда вы посмотрели о чем говорит когда я смотрю например лево вверх вправо вниз это в лпс существует такая таблица самая популярная часть нлп это так называемые глазные сигналы доступа условно разделяется взгляд человека вот вот я дано против вас сижу вот зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот 1 2 3 5 это визуальный образ то есть в этот момент когда человек туда смотрит он видит картинку 469 это аудиальный образ чек слышит звуки а 78 это ощущение ну и как раз одним из способов например детекции лжи является сопоставления индикаторов внутреннего процесса их там десятки но они должны другу соответствовать и если человек смотрит вот туда в этот момент по идее он должен говорить быстрее потому что там больше информации и он будет говорить визуальные слова представьте себе а если человек говорит это было очень красочно и вниз и вниз значит он специально запустил искажение может быть он даже не врет это может быть связано с какой-то его внутренней проблемой то есть это называется неконгруентность да и когда вдруг оказывается что он ищет информацию и анализирует информацию телесную кинестетическую в этот момент говорит зрительное слово то есть он говорит не то что чувствует на самом деле мы можем назвать это там неконгруентностью можно назвать ложью если мы уверены что он это делает сознательно потому что очень часто возникают ситуации и они как раз являются предметом работы психотерапевта когда это происходит несознательно ну пример этого это так называемая ретроградная амнезия когда бессознательная защищает человека от каких-то воспоминаний ну например там же неприятных женщина там потеряла ребенка да и ретроградная амнезия иногда приводит тому что она вообще не помнит что у нее был ребенок и не помнит всего того времени когда был ребенок а значит и все что ассоциативно связано не узнает отца ребенка да не помнит где она там в этот момент жила то есть бессознательно защищает ее память защищает ее сознание не допускает к этим вот зонам чтобы ну она не разрушилась и задача психотерапевта как раз вот как раз в этих ситуациях мы используем глубокий гипноз когда мне сознание пациентки мешает потому что бессознательно в ее присутствии со мной искренне не будет говорить и мне тогда приходится выключать сознание выстроить некие защитные процессы на уровне бессознательного если их правильно выстроил когда я включаю сознание то сознание уже получает доступ то получает доступ к некой книг и переработанные уже упакованной и не такой опасной информации если я профессионально сработал то возникает возникает доступ к этой информации человек начинает вспоминать переживать но я уже обеспечил его инструментами этого переживания для того чтобы он там смог все-таки выстроить свою жизнь а в политике используется в политике конечно же используются но я 30 лет этим занимался расскажите как это используется в политике это очень интересно ну это начиная с выступления выступления политики кончая составление текстов в том числе идеологических текстов анализа информации анализа поведения и мышления конкурента соответственно это же политика же это всегда борьба это какой-то степени война поэтому анализ поведения конкурента как вывести его из себя таскать какую информацию не умеет перерабатывать какой вопрос задать на дебатах наоборот как ответить на дебатах чтобы чтобы аудитория поддержала тебя а это все очень индивидуально или есть какие-то правила стандартные для всех есть стандартные есть индивидуальные для конкретного человека для конкретной аудитории вот но а сейчас вот например один из самых ярких специалистов области нлп роберт дилтс это один из наверное там если не номер один то один из ведущих специалистов в нлп он сейчас например с помощью инструментов нлп но снова вербальных то есть анализа текстов анализирует по текстам стратегии мышления великих людей прошлого Эйнштейна Платона Фрейда по текстам по текстам восстанавливает и стратегии мышления и вот когда сейчас говорят об искусственном интеллекте то вот эти все процедуры которые он оттуда вытащил вполне смогут уже создать искусственный интеллект который будет думать как Эйнштейн согласитесь в этом есть уже абсолютно прикладная и прагматичная перспектива то есть когда появится искусственный интеллект то создать искусственный интеллект который будет думать как Платон как Конфуций либо как Эйнштейн это в общем достаточно может быть эффективным методом так сказать и инноваторство да и там развитие развитие науки мне кажется это очень перспективная тема безусловно в переговорах в жестких переговорах сейчас тоже используются техники нлп это так вообще как бы ну все что может ответить на вопрос как это сделать более эффективно везде аня же описывается НЛП более эффективно провести переговоры более эффективно проводить совещания как более эффективно убеждать людей как более эффективно продавать как более эффективно завлекать, как более эффективно проводить психотерапию, как более эффективно снимать конфликт, как более эффективно выступать на суде. В семейных отношениях, в межличностных отношениях, мужчин и женщин. Да, вот эта женщина-сатир была как раз семейным психотерапевтом. Используется. Используется. Расскажите, как? Какие-то, может быть, можно что-то взять на вооружение? Ну вот вы меня все время пытаетесь. Но я хочу, да, я хочу, потому что зрителям будет интересно. Вытащить в зону нельзя вот так бессистемно взять приемчик. Я принципиально против этого, и вы против этого сами. Вы же тоже не хотите, чтобы кто-то, да, вот там, из телепередачи узнав какой-то приемчик, вдруг его используют неэкологично. Ведь основная задача профессиональной подготовки в области психологии, в том числе и в области вот такой эффективной психологии, как НЛП, это не только человека чему-то научить, но и сделать так, чтобы сам процесс обучения стал процессом воспитания. Ведь пока карате, например, преподавалось подпольно, кто-то выучил три приемчика, он помочь-то никому не может. А вот навредить может... Есть какие-то специальные приемы, чтобы грамотно мечтать. И здесь НЛП тоже используется. Вот это да. Расскажите об этом. Ну, во-первых, самое главное, что надо запомнить, что в бессознательном отсутствует слово «не». Чек не может себе представить не яблоко. Отрицание существует только в языке. Так устроен мозг, что все, что мы представим себе после слова «не», представляется именно то, что было после слова «не». И поэтому первый принцип мечтания — это мечтать в формате позитивного образа, представляя, чего ты хочешь, и запрещается представлять, чего ты не хочешь. Вот в книжке «Кармолодчик», про которую мы с вами в прошлый раз говорили, там есть такой закон. С тобой будет происходить то, что ты боишься и что ты желаешь другим. Почему? А потому что мозг не понимает, кому ты это желаешь, себе или другому. Если ты начинаешь представлять что-то там плохое, мозг не понимает, что ты это предлагаешь кому-то, представляешь кому-то другому. Вот это принципиально важно. И оказывается, что люди, имеющие вот такое негативное, знаете, завидующие, мстительные, они на самом деле очень усложнают сами себе жизнь, потому что бессознательно сами программируют себя на те события, которые желают другим. Поэтому это обязательно яркий образ. Но в НЛП есть такой очень интересный прием, который называется «Взгляд из будущего». Вот это тот прием, который мы с вами реально можем порекомендовать вашим зрителям. Техника называется «Взгляд из будущего». Оказывается, огромное количество великих людей этот метод сами изобрели. Например, нобелевские лауреаты умеют все это делать. Либо они стали нобелевскими лауреатами, потому что они это умеют, либо они такие умные, что этому научились сами. «Взгляд из будущего» — потрясающий метод. Ну, представьте себе, да, я как модель, что вам нужно подняться на гору, там, альпинисту. И если бы кто-нибудь вас взял на вертолете, на эту гору привез, и вы оттуда сверху посмотрели, как можно туда прийти, да, а по пути еще бы вы заметили, сколько там расщелин, какой они ширины. Согласитесь, это было бы полезно, правда? Так вот, оказывается, что если сделать следующим образом, если я каждый день буду мечтать о своем будущем в последующей процедуре, сначала я представляю себе свое будущее как некое кино, где я персонаж. То есть я представляю себе будущее в формате, что я смотрю про себя в будущем кино, но я вижу себя там, да? Я представляю, чего бы я хотел добиться, что меня должно окружать, как бы я хотел жить, какой образ жизни у меня, чего происходит вокруг меня, что за люди вокруг меня. А представляете, как будто бы я уже этого добился? Сначала нужно представлять со стороны так называемый диссоциированный образ. Потом, когда я ярко со всех сторон представил себе свою жизнь в будущем, мне нужно в это кино войти. И войти вот в себя того, и посмотреть на это будущее своими глазами, как будто бы у меня уже это есть, я это уже получил. Это на самом деле очень хорошая проверка, насколько тебе действительно это нужно. Потому что иногда люди мечтают о том, о чем мечтают другие. И вот это заражение мечтой, может быть, это не моя мечта. И в этот момент, когда я там оказываюсь, вот в этом кресле этого будущего, я вдруг не испытываю от этого удовольствия. Это нужно обязательно проверить. Знаете, как текст-драйв на машине. Да, вот сел, вот твоя машина, не твоя машина. Удобно тебе, комфортно тебе. Вот так ты хочешь. Не жмет, да. Соответственно, второй этап, это я вот туда прилетел, внутрь этого будущего, и воспринимаю все, о чем я намечтал, как будто у меня это есть. Я смотрю на мир глазами человека, который это уже получил. И когда я ярко это пережил, и вдруг получил позитивное подкрепление внутри, да, мне так хорошо, я действительно от этого получу удовольствие, я бы хотел действительно так жить. нужно обернуться назад на сегодня. И глазами человека, который уже все это имеет, посмотрел на сегодняшний день, как на прошлое, взгляд из будущего. и составлю себе список, что я сделал, чтобы это получить. Вот это я делал зря, вот это я делал зря, а вот здесь, наоборот, мне нужно было сосредоточиться, вот я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, и потому я это сейчас имею. И с этим списком вернуться в настоящий день. Так вот, оказывается, что огромное количество, очень много добившихся людей, многого добившихся, новинские лауреаты, там, большие крупные бизнесмены, политики умеют это делать и делают эту процедуру каждый день. Каждый день? Каждый день вот так мечтают, каждый день представляют, что у них это уже есть, и оборачиваясь назад, составляют список, это будущее будет меняться. Там, я живу, от чего-то я сам отказался, от чего-то я уже добился. О каком будущем? О ближайшем, о среднем, о более долгосрочном идет речь? О каком можно? Как правило, это достаточно долгосрочное будущее, это не завтра, хотя можно делать и по поводу завтра, но очень хороший эффект, когда человек думает в категориях 5-10 лет. Ну, так устроен мозг. Вот скажите, куда нужно смотреть, когда забиваешь гвоздь? На то место на стене, куда ты хочешь его вбить. Именно так, потому что, если будешь смотреть на шляпку, промахнет, по пальцам. Когда бежишь по лесу, ты смотришь не под ноги, споткнешься, и не вдаль совсем. Ты смотришь вот чуть-чуть впереди себя, и так устроен мозг, что он сам простраивает движение каждой ноги, руки. Вот здесь на ветку попасть, здесь вот так попасть ногой, чтобы не в лужу, да, здесь перепрыгнуть. И мозг сам выстраивает все действия, когда смотришь на цель. В общем, главное видеть цель. Главное видеть цель – это единственный способ фактически не поддаться чужому влиянию. ты идешь туда, куда нужно тебе. И не надо в этом случае бояться никаких ни цыганок, ни доброжелателей. Не остановят они тебя, потому что ты знаешь, куда тебе нужно, и что тебе нужно. А мозг так устраивает все действия, все шаги. Да, вот он так устроен, что он сам найдет способ, каким образом это получить. Отлично, вот на этой позитивной ноте. Большое спасибо, Алексей. Это был Алексей Ситников. Мечтаете правильно.